парни всем привет девчонкам тоже привет сегодня 14 января оператора поднял 7 утра и говорю все нет времени больше откладывать нужно ехать снимать honda accord и вот она пожалуйста сегодня у нас будет honda accord 9 поколения смотрите в россии очень многим людям понравился именно 7 8 аккорд а все почему потому что от honda 7 8 поколения была очень такая задиристая агрессивная машина девятое же поколение стало более сдержанным когда машина только появилась а прям помню 2013 год ехал на мкаде именно такой же аккорд увидел черный в потоке я посмотрел так и думаю блин ну что-то как-то вроде скучно машина думаю ну ничего такого по сравнению с тем то что хотя бы даже было в восьмом аккорде давайте посмотрим машину вместе большая часть автомобилей вот из 100 процентов производимых больше 51 процента уходит именно на америку поэтому для компании honda самый перспективный рынок самый лучший продаж это именно там остальной процент разделяется уже на остальные страны у нас идет комплектация 24 экзекьютив без навигации машине нас установлены фары биксеноновые ближней дали нижняя полоску на десет диодная противотуманка идет нижняя галогеновая бампер все вот элементы машину передняя часть капот ну дайте прям такого вау-эффекта не вызывать в тот же момент на сегодняшний день честно скажу мне машину уже стала даже нравится вот этот вот внешний вид ну как обычно все новое то что выходит к этому просто нужно со временем привыкнуть касаемо подкапотного пространства у нас идут газоупорные держатели автомобиль конечно честный d-класс вот честный d-класс по размерам по комплектации вот по всем своим характеристикам тем не менее я честное слово вам говорю я помню рекламу восьмого аккорда к он только появился и там кричали встречайте новая honda аккорд седан бизнес а спортивный седан бизнес-класса двигатель у нас идет 2 и 4 литра 180 лошадиных сил разгон до 100 а заявленный производитель 10 и 1 вес автомобиля подчеркнул одна тонна 650 килограмм ребят тонна 650 килограмм это на сегодняшний день немало это машина такая тяжелая потому что многие автомобилька выполнен тонна 400 тонна 450 здесь тонна 650 и уверен что новые аккорды они будут облегчаться этот сто процентов коробку на свет пятиступенчатая нареканий по коробке в принципе нет ни у кого я думаю конечно гарантийный случай когда-то где-то встречались но таких вот прям знаете частых жалоб что как от пресс dsg бывает такого здесь нету с чем сталкиваются владельцы с подкапотным пространством по гарантии меняешь шестерню в тэк и также есть натяжитель цепи но отмечу то что на холодную когда люди заводят автомобиль бывают неприятные звуки на холодный к минус там 15-20 градусов но это буквально там несколько секунд потом двигатель прогревается больше посторонних звуков нету также здесь у нас ну человек со временем сам поменял аккумулятор все то есть больше в подкапотном пространстве он ни с чем не сталкивался на сегодняшний день на вторичном рынке вы можете найти автомобиль с двигателем v6 35 объема будет 281 лошадиная сила разгон до соточки там 7 и 2 заявленные возможно она пойдет быстрее машина честно говоря пушка расход там будет тоже бешеный я вам сразу говорю в городе это будет 14 15 при спокойном езде если погоняться ну за двадцатку я думаю с уверенностью опять же сразу скажу за двадцатку это условно того не так что погонять знаешь там 100 метров проехал разогнал затормозил все вот вечер поедешь нормально покатаешься и уверен если honda вернется на наш рынок сто процентов этот двигатель будет идти чего-нибудь до двухсот сорока девяти лошадиных сил пробегу данного автомобиля 87000 это второй владелец идем дальше ну просто микрофон на всякий случай ради эксперимент друзья ради эксперимента касаемо лакокрасочного покрытия автомобиля подчеркну 87000 пробег если присмотреться в принципе особых сколов вообще не заметно но здесь нужно отметить то что в большей части автомобиль эксплуатируется именно в городе поэтому трасса большая скорость за фуры это здесь не встречается с этим автомобиль поэтому в состоянии очень даже достойная передняя у нас подвеска идет macpherson со стабилизацией задней многорычажной тоже со стабилизацией диски стоят на машине 17 обратите внимание покажи диски тоже есть такая проблема как соблазни вот она идет вообще говоря то что раньше все меняли по гарантии у нас автомобиль уже не гарантийны поэтому меняли не меняли нас это уже не особо волнует как настроена подвеска на ее плавность ходу валк она не валк и мы об этом обо всем обязательно проговорим но именно во время тест-драйва смотрите зеркала с повторителем все понятно но с чем здесь бывает сталкивается в барахлит моторчик то есть иногда не складываются зеркала у нас была та же самая проблема человек обратился когда еще автомобиль был на гарантии к дилеру одобрили сказали да не проблема в приезжать такой-то день поменяем тем не менее пока он ехал в этот промежуток поменял сам аккумулятор и после этого проблема ушла но вернулся естественно в дополнение как бонусом поставили новые моторчики клиренс у автомобиля 146 миллиметров но честно вам скажу уже на нем ездил уже в него садился залазил вылазил ощущение то что машина низко вообще нету то есть 146 миллиметров знать бывает в бмв например снимали последний раз да в машину садишься удобно комфортно сидение можно настроить только на дальняк едешь ногу бывать колено до поднимаешь она прям слишком высоко то есть пол как-то расположен к сиденью но так низенько здесь же такой проблемы нету то есть садишься машину комфортно в остальном же в принципе все как у конкурентов тормоза передние дисковые вентилируемые задние просто дисковая машина ну вот смотрите сами под покажи вот вот с этого ракурса автомобиль по мне друзья ну честно американцы но это не удивительно если большая часть покупать именно американцы в европе кстати машина не считается говорят популярны то что мол она слишком большая для них для нас же самое но у данного автомобиля есть комплектация спорт она идет на 6 ступенчатой механике подвеска там переделана то есть она отличается бак у нас идет 65 литров готов питаться 92 бензином вот обратите внимание на задние фонари здоровые фонари до диодные вот но они огромные вот и просто внешний вид от с трубами совсем с выхлопными все это чисто американский автомобиль если вы посмотрите даже просто знаете вот автомобили которые выпускаются на американский рынок в целом они вот чем-то отличаются именно такими формами такая закругленная формы с большими фарами 495 литров но опять же вот не в кожухах то есть это не такие не знаешь не самый честный 495 литров от владелец автомобиля является хоккеистом хоккеист это огромная здоровая сумка и в процессе диалога с ним то же самое подтвердил говорит да бывает кладешь сумку закрываешь багажник там этом шлем еще что-то но не до конца уходит то есть нужно сумку укладывать получше смотрите что я хочу отметить вот если посмотреть так по автомобилю смотрите вот здесь сюда клипсы идут по периметру все здесь нормально затянуто вот дальней части вот здесь например вот залезть камер туда видно вот здесь такое ощущение вот почему-то природу сюда клипсу не поставить вот если поставить вот вы скажете вот ты к этому придираешь но почему придираюсь это получается чуть-чуть не доделали знаешь так вот здесь здесь дело там даешь да ладно все вроде нормально кто-то полезет обращу ваше внимание камера стоит от камера это здесь отдельная история она имеет три угла обзора когда в машину сядем я вам покажу если здесь разложить диван задний то он расстаться только полностью вот так вот когда знаете чуть-чуть а одна спинку можно сложить либо две других нельзя и вот эта обшивка знаете то на ну особо крупный габаритный груз не провезет сел спереди ты за рулем прожена твоя сид вы поехали куда-нибудь что-то нужно довести на при даже телевизор тот самый огромный такую плазму купишь начнешь в багажник укладывать нужно будет разложить сиденья а вот про то был с ребенком там или с другом уже друг что получается на автобусе поедет не додумано а так в багажнике у нас все докатка в целом никаких там посторонних ниш нету под ковриком можно конечно что-то уложить там багажник нормальный стандарт ничего прям такого сверхъестественного здесь нету поэтому переходим дальше если поговорить про задних пассажиров то вот что их встречает садится автомобиль удобно ну реально садишься в него ничем не задеваешь место здесь очень много тут что что под передним сиденьем ноги засунуть без проблем сел вот эта часть обращаю ваше внимание вот и тут все мягенько очень удобно задние сиденья у нас имеет подогрев стеклоподъемники но не автоматически есть от пепельницы для тех кто курит подлокотник покажи подростам подлокотник подстаканник есть почему-то также нет вот этот карманчика такого маленького чтобы можно было подлокотник вытаскивать скажем зачем он нужен тебе как мужику конечно он не нужен это руки засунул вы высунул но вот жена твоя например знаешь она сходила на тюнинг ногтей и это как она сейчас если полезет туда рукой то на ногти боже сломать то есть же нет ты не подумал получается а так сидеть в принципе комфортно потолок я бы не сказал то что маленький просто некоторые бывают знаете там в жалость то что сзади там головой задеваешь сел вальяжно сидишь все в путешествие может отправляться прежде чем переходить к интерьеру салона я хочу отметить камеру расположена в правом зеркале вот смотрите тому кто ее сделал там вообще кто ее себя поставил нужно пожать руку сказать большое спасибо объясню почему обычно когда знаешь при круговом обзоре камеры ставят так что она смотрит вниз и поэтому при движении она очень сильно пачкается летит всякий мусор грязь и периодически нужно выходить тряпочка салфеточкой протирать здесь же камер расположена по такому принципу что в при движении в плохую погоду она не засоряется ну конечно самое главное водительское сиденье там где ты будешь проводить 99 процентов своего времени что-то получаешь здесь смотри сесть машину честно я вот когда ехал вообще еще первый раз думал блин 146 метров honda accord такая знаешь очень низкая машина по сравнению со своими конкурентами но садиться в автомобиль очень удобно по простому принципу как обычно сели ножки отряхнули все в машине вылайте в машину тоже в принципе нормально но тем не менее люди которые знаешь на с лишним весом там с животом им поначалу не очень удобно непривычно такое может быть а сын когда наш машин действовать на подъемчике на большом но привыкли к машине можно садиться будет комфортно мы находимся в автомобиле чем он нас встречает здесь у нас идет кнопка эко режим парктроники курсовая устойчивость курсовая устойчивость автомобиль от очень хорошо настроена многие люди кто попадал такой в небольшой занос говорят прямо безупречно выравнивать машину омыватель фар очень удобно то что сделано именно с кнопки нажал побрызгала руль у нас в принципе многофункционально все что нужно здесь есть позвонить переключить радиостанцию есть приборная панель у автомобиля читаемая претензий никаких нету касаемо панели нет никаких скрип вот никаких сверчков шумов нету все сделано добротно пластик ничем не хуже чем у конкурентов ничем не лучше я считаю то что в принципе это у всех вот как бы один такой уровень то есть он мягенький не скрипучий все подогнано посолить вставки обратить внимание черная такая под дерево сделано но гармонично автомобили смотрится то есть как бы в ли выливается реально в интерьер этот дисплей у нас вот он не сенсорный то есть основная его задача вот для водителя это камера вот смотрите сейчас мы еще в процессе езды вам покажу но сразу скажу то что она показывает весь угол обзор даты мертвые зоны вот эти деления красные и оранжевые тоже нужно к ним обращать внимание потому что ты едешь в потоке включаешь правый поворотник у тебя камера автоматом включается если ты видишь то что в одно из делим попадает автомобиль например в красную зону это означает то что будешь перестраивать создашь помеху то есть у вас будет столкновение когда он там в дальней зоне вот в оранжевую то есть еще можно перестраиваться в топовых же версиях этот дисплей еще оснащен навигацией идем дальше вот этот дисплей у нас радиостанция в принципе такая внутренняя мультимедиа телефон можно подключить к машине ниже мы если опускаемся здесь на свет управление климат-контролем машина заводится с кнопочки ключ не находится в кармане здесь нас идет некий бардачок здесь тоже такая бы небольшая ниша там у нас находится прикуриватель автомат у нас идет по прямой других странах сто процентов говорю рестайлинговые версии вот этого девятого аккорда уже идут наверняка с кнопочкой вот дальше здесь у нас расположены подстаканники в принципе удобные два больших положить можно подлокотник тоже хороший сел сама посадка автомобиль но честно говорю удобно садишься сиденье под себя настраиваешь самое главное виси сидишь не низко вот действительно высоко и рулю то есть приподнять то есть как бы в автомобиле места много у нас есть люк подачечники то есть все что необходимо водители здесь есть даже зеркало также идет затемнением касаемо музыки для многих это вопрос такой важный друзья но здесь штатная система ничего сверх естественно от музыки ждать не нужно если какой-то наш меломан любитель там низких частот или еще чет нужно тебе будет музыку доделать делать саму либо брать более топовую версию там идет она другая но отмечу одно то что многие владельцы отмечают что задний сабвуфер гремит иногда когда погромче музыку включаешься есть такие некий там что сделать нужно просто просто проклеить и такой проблемы не будет вот эта часть у нас сам все матовая да вот машины там пыльно если протереть вот хром смотри здесь сразу идут всякие царапки она матовой этого в принципе незаметно в процессе видео я вам сказал то что сделаю акцент на камеру заднего вида первый режим это стандартный обычный режим то есть когда вы в штатной ситуации выезжаете далее вы приехали куда-то и начинаете парковаться к стене к бордюру но мы стоим на снегу тем не менее можно смотреть стена бордюр все видно и третий режим в этой ситуации камеру нас имеет широкий угол обзора когда-то не просто парковочки какой торгового центра выезжаешь знаешь бывает такая ситуация там машины стоят две здоровые слева справа ты потихоньку назад даешь и сразу в кадр все выпадает мы едем по зеркалам смотреть влево вправо внутреннее зеркало заднего вида все прекрасно все видно фишка машины вот для меня вообще там очень понравилась именно камера покажи можно включить ее на ходу она будет показать все что происходит справа от вас лежачий полицейский 17 диски подчеркиваю машина вот отвечаю глотает просто дорогу мы ездили уже трамвайные пути проезжали какие-то колдобинки в городе на ней кататься одно удовольствие вот не могу сказать как она себя поведет а на скорости 200 километров по дороге отмену сейчас сами понимаете зима скользко в городе машина очень комфортно шумка здесь не знаю есть всегда те кто как бы знаешь говорят то что нужно делать шумку арок дополнительно вот в этой ситуации у нас резина идет зимняя но не шипованная машина тихо катаемся от мы сейчас выключили музыку мы сейчас печку поставили на самый минимум машину валкой назвать нельзя однозначно отклик на педаль газа есть то есть едешь есть раз там газку даешь она поскакала есть режим спорт но работает по стандартной ситуации переключаем спорт обороты держит передача пониже все едем примерно 50 километров чуть газку даем машины есть знаешь тут тягу конечно если ты хочешь прямо щит такую тушь нажал поскакал полетел тебе нужен в 6 твой вариант но бензина будет жрать раз налог транспортный будет два условия города в принципе прямо супер некомфортную машину встретить сегодня сложно в основном все машины в городе буду себя вести адекватно вот уже на скорости там на затяжных поворотах на резких поворотах это уже вопрос рассказать про какие-то косяки автомобиль но в процессе было несколько перечислено так больше прям но не к чему придраться честно то есть почитал историю почитал мнение владельцев прям такого что кто-то прям хайл машину говорил вот одно сломался от 2 сломалась такого нету следующим автомобилем у нас будет skoda octavia в кузове a7 вот там я про это буду рассказывать очень много а здесь же целом автомобиль ну смело можно назвать надежным по салону единственное на что бывает еще нареканий у людей это боковая поддержка сидений кому-то она кажется недостаточной что катаешься моем случае я сижу я не самый такой здоровый и крупный человек но мне комфортно парни вот таким получился данный видео обзор касаемо цены автомобиля на сегодняшний день honda accord на вторичном рынке можно найти в принципе за 1 миллион миллион 400 вот в этом диапазоне все зависит от комплектации все зависит от выбранного вами мотора и все зависит от пробега и принципе состояние автомобиля в описании к этому видео я оставлю ссылку на активную группу владельцев honda accord именно девятого поколения где вы можете пообщаться послушать их узнать у них с чем кто сталкивался автомобиль на сегодняшний день редкий автозапчасти на него могут быть дороговаты какую-то редкую деталь в принципе искать долго не придется потому что у нас сегодня все сегодня заказал через день два тебе привезли на максимум неделю что-то подождать оператор выздоровел завтрашнего дня выходит на работу всем огромное спасибо от меня от нее то что вы поддержали врач говорил лечиться надо будет 66 недель с гипсом проходить сняли через четыре читается на ваши комментарии поэтому большое спасибо на канале друзья набралось уже практически 15 тысяч подписчиков поэтому по этому поводу мы обязательно также запишем обратную связь акционеры прибавляются нас становится все больше и больше есть чем поделиться ну и конечно же есть у вас есть какие-то вопросы пожелания критика все что угодно пишите в комментарии к данному видеоролику по возможности все это дело снимем на этом у меня все я заканчиваю всем спасибо за просмотр до новых встреч всем пока пока